Вырисовывается четкая, понятная картина, по крайней мере здесь на Западе, никакой конспирологии никто не рассматривает. И то, что сообщают абсолютно все новостные агентства, это то, что Владимир Путин, президент России, настолько увлекся борьбой с внутренней оппозицией, что полностью проморгал террористическую атаку, по сути говоря, в середине России на окраинах Москвы. Это первое, что замечают абсолютно все американские и западноевропейские обозреватели. Вишенка на торте, если в этой страшной ситуации можно так сказать, это то, что американские спецслужбы предупреждали, они об этом официально заявили, предупреждали Путина, и Путин 15-16 марта отверг, презрительно отверг их предупреждения, как дестабилизующие и политически мотивированные в преддвериях выборов. Тем не менее, западные источники, которые недвусмысленно предупреждали американских граждан в Москве, они четко указывали, что террористическая атака готовится на 8 марта, это концерт Лепса, тут нет никакого сомнения, и потом, как мы знаем, было перенесено на концерт Шамана, который тоже они решили не использовать. И выстраивается картина, что Владимир Путин полностью, будучи сам человеком-выходцем из спецслужб, спецслужбы потратили все свои ресурсы, время, деньги на ловлю людей, которые ставят лайки или пишут комментарии в соцсетях, поддерживая мнимо или подлинно Украину. И вот тут они это все проморгали, все. С точки зрения западных обозревателей показывают сотни, ну не сотни, десятки, десятки экспертов, бывших CIA, бывших Федерального бюро расследований, дают анализ событий, эксперты по Дальнему Востоку приводят длинный список угроз этой самой ИГИЛ-К, у которых, оказывается, были очень давние счеты, еще за Сирию, еще там за другие аспекты, значит, с Россией, это была не первая их попытка, это была совершенно давно, оказывается, спланированная операция, которая, как считают, может повториться. Они ошеломлены успехом, крутят видео, которые, ну, фрагменты не полностью, которое, собственно, передало этот самый АССК, что связывает первое и второе. То есть первое, может быть, и не АССК, но тогда откуда у них видео. И если мы считаем, что это заявили непонятно откуда взявшиеся люди, которые никакого отношения не имеют, то, опять же, откуда у них видео. То есть видео, которое опубликовали АССК, это АССК, это ИГИЛ, ИГИЛ по-русски, ИГИЛ-К, это связывает и доказывает все остальное. Кроме того, обращают внимание на пытки, отрезание и поедание ушей, и все остальное, вот это вот дикое средневековье, для западного человека это все очень дико. Сам факт того, что стейт, то есть российское правительство, даже не делает попыток как-либо замаскировать пытки, которым подвергаются террористы или обвиненные террористы, так надо сказать, вызывает здесь шок, ну, то есть просто голый шок. И та идея, что был продан уже нож на аукционе, которым отрезали этому террористу или обвиняемому террористу ухо за какие-то суммы, тоже вызывает здесь шок. То есть весь мир смотрит квадратными глазами на Россию, на Российскую Федерацию, если хотите. То есть весь мир шокирован. Кроме того, абсолютно все показывают цитаты, крутят это на кольце 24 на 7, как Путин пытается отгородиться и ссылается, что это Украина, что это след Украины, украинский след, Украина от этого что-то могла поиметь и так далее, и так далее. Это все переводится, все речи Путина, которые переводятся и показывают. Все, опять же подчеркиваю, спецслужбы, новостные агентства, официальные лица, как в Америке, так и в Евросоюзе утверждают, что не существует ни одного свидетельства, улики, доказательства, что за этим существует украинский след. У Путина не существует, кроме его желания, тоже абсолютно ничего, если было бы он давно уже показал. И не исключается здесь, на Западе, что он сможет сфабриковать, заставить под пытками их признать, что им заплатила Украина или еще что-то. Но, учитывая то, что в первые несколько дней он настолько растерялся, что не смог сфабриковать ничего, просто не сообразил, не додумался, то все, что он, имеется в виду Путин, попытается сфабриковать сейчас, практически будет воспринято всем западным миром, как попытка сделать хорошую мину при очень плохой и, главное, страшной игре.